Музыка Здарова! Пегалки запретили, но чиновники просто так не сдаются. Специально для них создана новая служба Мини-эскорт. Правда, технологии еще не доработаны и есть небольшие недостатки. Че никто не уступает дорогу, я не понял. Давай-давай, нажимай. Такой эскорт намного удобнее обычного. Его видят все на дороге и не подрезают. А если вблизи окажется ДПСник с претензиями, то пусть докажут, что машина твоя, а не просто мимо проезжала. Одно непонятно. То ли машинка пробила людей в салоне на хихи, то ли как раз хихи пробила их на идею с машинкой. На самом деле это такой навигатор. Он едет перед машиной и указывает правильную дорогу. Ну и куда теперь, Сусанин? Знаете, про котов были уже тысячи видео. Но эти маленькие засранцы не прекращают меня удивлять. Итак, кот и крот. Он удрал! Кошак ничего не успел ему сделать. Вообще сам факт того, что кот выжидает крота меня очень удивил. Сможет ли кот достойно принять свое поражение? Смог! Он просто зацементировал норку этого крота. Охренеть, это вообще законно? Он же даже не закопал за собой, как это делают другие коты. Похоже, что он это сделал специально, чтобы унизить крота. Ништяк. Доминируй, властвуй, гать, мяу. Этот поступок говорит о том, что коты бывают не только злопамятные, но и с чувством юмора. А помните, в детстве был такой чешский мультик про крота? Вот бы у детей был шок, если бы там такое продолжение было. Или вот Марио бегал бы там под своим трубом, заблудился, вылазит, а там... Вообще кот отчаянный парень. Хорошо, что в этот момент крот не нарыл в коте новый для себя проход. Задний. Конструктивная критика это всегда хорошо. Особенно, если она идет от чистого сердца. Это мое официальное обращение к Валере Леонтьеву. Валер, люди устали, люди кричат от твоего бельтоплана, блядь, в натуре. Ты летаешь в леопардовых портках, блядь. Передеваешь кожу какую-то, чехлы какие-то надеваешь, блядь. Ну, прекращай людей пугать. Моя бабушка сходила на другой концерт, купила билет на последний съемок. Вот. У нее случился инфаркт, когда-то пролетел мимо нее. Мне даже страшно об этом говорить. Прекращай тухоньей заниматься. Вот так и завершается карьера у знаменитых музыкантов. Валерий, одумайтесь, к вам обращается сам Миша. Мне одному кажется, что надпись на лбу сделана женским лаком с блестками. Ты летаешь в леопардовых портках, блядь. Передеваешь кожу какую-то, чехлы какие-то надеваешь, блядь. Ну, прекращай людей пугать. Да у этого Миши очки круче, чем весь образ Леонтьева. А какой у него четкий напарник. Джей Молчаливый Боб нервно курит в сторонке. Моя бабушка сходила на другой концерт, купила билет на последний съемок. Вот. У нее случился инфаркт, когда-то пролетел мимо нее. Мне даже страшно об этом говорить. Я бы на месте Миши не отпустил бы свою бабушку на концерт. А то еще затусит с плохой компанией и пенсию ему отдавать свою перестанет. Обратите внимание на то, как в конце камера трагично поднимается к небу. Прекращай тухуне заниматься. За такое и Оскар не жалко. Ищите острые ощущения? Играйте в шахматы. И не повторяйте ошибок чувака из следующего видео. Давай. Алеша, с катертью дорога. Никогда не позволяйте никому стоять у себя за спиной. Никогда. Никому. у себя. за спиной. никогда. ning od . . Ну да, очень смешно. Парня чуть инфаркт не схватил. Его ж там чуть по рельсам не размазывало на этих горочках. Вот так пойдешь в магазин за хлебушком, в итоге придется гардероб обновлять. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока.